здравствуйте дорогие соотечественники сегодня я хочу поговорить показать вам пару видео точнее я не знаю как назвать сами себя компрометирует в этом видео я не знаю назвать это идиотизм дебилизм но вы решаетесь первое видео это как давит на родственников как амурада хадырова вот такие видим просто брать документировать и предоставлять его он по правам человека human rights в любые другие организации где рассмотрен за соблюдением прав человека вот они сами себя этим компрометирует выкладывает на обозрение всему миру вот посмотрите посмотрите первое видео да а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По чьей указке это происходит, это все понятно, как это происходит. Полиция тебя интересуется, и соседи, конечно, будут сторониться себя. На тебя давят, и полиция себя все время на допрос ведет, и, конечно, семья так развалится. Мы это все прекрасно понимаем, как это происходит. Мы не вчера родились. Вот сколько Трампа ругали, например. Кто-нибудь помог представить, что какому-то американцу семья развалится, или соседи будут сторониться? Или на него пальцы будут показывать, что он против Трампа говорит? Еще один интересный момент есть, я сейчас его, секундочку, найду. Посмотрите, да. Продолжение следует... Ну вы посмотрите, посмотрите внимательно, как он все время смотрит в сторону. Там, наверное, показано, что ему говорить, что читать. И это читает. И обратите слово... Это не его... Я уверен, что это не его слова. Почему? У него... По-любому... Какого... Ни на кого он не имеет права даже в Трехместане поднимать руку. Чтобы до кого-то тянуться. И он... Он говорит, что... Они так хотят достать, как Мрада Хадырова. Что он там за границей сидит и выступает. Приезжай сюда, мол, мы тебя покажем. И здесь выступай, да. Но я в одну вещь хочу сказать, шатыш их его. Конечно, когда у вас есть армия в руках, когда у вас есть полиция, когда вы все контролируете, такие видео легко говорить нам. Приезжай сюда, здесь выступай. Ну, мы даже найдутся смельчаки, которые приедут. Я тебе скажу. Вот ты дай совет Харамдагу. Один совет дай. Пускай разрешит двойное гражданство. У нас даже малейшая будет защита даже от других государств. Что наши права будут соблюдаться. Я тебе уверяю, найдутся смельчаки, которые приедут в Трехместане. И то же самое тебе даже в лицо выскажут. Найдутся смельчаки. Вот это только сделай. Разреши двойное гражданство и посмотрим. А так ты этим видео только сам себя скомпрометировал. Трехместский режим весь. Еще одно видео я хочу показать вам. Это тоже интересное. Он давно, я думал, показать, не показать. Просто время не доходило. Короче, сейчас решил вместе так все сложить и сделать одно видео. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Только никто не будет вкладываться в банк, где всем управляет один человек. Ведь даже обязательство перед пенсионерами не было соблюдено. Сейчас пенсионерам деньги не уплачиваются. Пенсионный фонд, деньги уже опять тоже сейчас коммунизили. Харанда опять все эти деньги себе просвуялся. И кто будет оставить в Туркейский банк? Хотя бы перечислили бы, где можно поднять деньги, чтобы сказать, что это не так. Сказали, что в банк никто не будет вкладываться, никто не доверяет банку. Те акционный фонд, которые вы в Туркейский газете писали, что акции Сенагадбанка и Халббанка выставили на акционный фонд Ашхабада, в котором в закрытом учреждении, не давая никакой ни финансовой отчетности, ни квартальной отчетности, ни его доходы и расходов, капиталов. И хотели привлечь инвесторов к покупке эти ценные бумаги. Вот секунду я вам покажу. Да, секундочку. Вот CIBC, банк Сток. Вот его, сколько он сейчас стоит. Можно посмотреть его рост на графике в течение пяти лет. И вообще на финансе можно найти везде все его доходности, и расходы, и все такое. Даже на Yahoo Finance. А вот в Туркейске акционы фонда, вообще закрыта какая-то биржа, биржа, которая не дает никакой отчетности. Вот Financials Profile, анализ можно найти, что угодно. Какой еще банк, например, я взял только CIBC. Сейчас, секундочку. TD Bank. Акции, да? Еще какие? Самый американский банк давайте возьмем. Может быть, немецкий проверим? Давайте проверим немецкий. Может быть, и их не найдем. Немецкий банк, сток, тоже есть. Во всех цивилизованных странах показывает отчет, показывается... Вся отчетность есть. А у Туркейского нет. И кто будет вкладываться? В банки. Когда не дают никакой даже отчетности о своей работе, ни прибыли, ни доходности, может, этот банк уже на грани разорения, и вы призываете людей туда деньги вкладывать. Кто это будет делать? Еще один момент, так сказать, который... Показать, как они сами между собой грызутся. Вот Максат Байрамович, да? Секундочку. Он не отрицает, что он работал на ИКНБ и на ФСБ. И по нашим данным, он все время с ними сотрудничал и помогал им, туркменским силовым структурам. Ну вот как к нему относятся. Секундочку. Шатый Шахиев, который появился только, не знаю, год назад, как себя возобнес самым таким крутым. Не знаю. Ну а я, Максат Байрамович, скажите, вот мы вас приглашаем, когда вы приходили на ДВТ, приходили с моим отцом даже на открытых дебатах. Никто вас так не унижал. А вы сейчас, как они себя ведут? Никто вам так не делал, как ваши же соратники, тем, которым вы помогали. Как вам относятся те, к которым вы все время верно служили? Как они к вам относятся? Этот режим сами себя изнутри загрызут вот среди таких людей, потому что туда только и такие люди идут. Уважающий человек туда никогда не пойдет. Сейчас в современном мире всегда идет борьба за людей с мозгами, которые что-то знают, что-то умеют, что-то думают, что-то пытаются сделать. Активных людей. И такие люди туда никогда не пойдут, потому что это уже ежу понятно, что эта дорога никуда. Оно развалится. Может, не сегодня, может, завтра, может, послезавтра, но все равно развалится. Эта система долго не простоит. 30 лет стояло, может быть, еще простоит стоимость 30 лет. И уже люди должны опроводиться услугами таких левых людей, может быть, стать жертвами мошенников в три поколениях, потому что в Туркменистане людей заставляют всех брать в рыночный бакурский курс. Тем самым дворовые от своего народа, если мы не можем, они тоже ничего не могут сделать. Они, наоборот, между собой только знают, как между собой глядутся. Которые говорят, что мы ничего не могут сделать. Вот посмотрите, три года назад, когда вообще мы только говорили большинство, мы же и с 2000-х годов выступали, говорили, говорили, и все немножко было тихо, потом нарастало, потом опять тихо. Последнее время, когда уже режим начал гнить окончательно, и все шло по нарастающему, три года назад, посмотрите, посмотрите год назад, и посмотрите сейчас, с каждым днем все больше и больше активных, умных людей появляется именно в оппозиции, а не у них. У них вот таких люди, которые сидят между собой, грузутся, и создают такие виды, которые сами себя, как прибытили, сами себя опровергают. Так что вот это и есть дорога в никуда. они точно развалятся. И по этим видно уже, что осталось совсем немного. На этом все, дамы и господа, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok,